Через 10 минут ты сможешь свести свой первый бит, даже если до этого момента не знал, что такое сведение. Это видео в первую очередь будет полезно начинающим битмейкерам, и если вы не смотрели мои прошлые видеоуроки для начинающих, то вот тут ссылка. Также прилюблю в описании, так что либо до, либо после этого видео настоятельно рекомендую их посмотреть. Ну и в первую очередь это видео актуально для сведения битов. Битов, инструменталов, минусов, то есть того, на что в итоге будут записывать рэп. И если очень сильно упростить, то сведение это, во-первых, заставить итоговый инструментал звучать мощно, красиво и классно, и во-вторых, заставить все звуки внутри инструментала не мешать друг другу. Если первый пункт в целом понятен, то во втором кроется самая страшная тайна. Потому что гораздо проще изначально подбирать хорошие звуки, которые точно не будут друг другу мешать, и гораздо проще не создавать частотные конфликты, чем пытаться решить их сведением и уж тем более мастерингом. Вот и все. Ну ладно, раскроем эту тему в FL-очке. Тут у меня есть мелодия на мандолине из Labs от Spitfire. Это бесплатный инструмент. И нужно ли ее сводить? Я думаю нет, как минимум потому, что звучит только она, и пока что сводить ее особо не с чем, можно только погромче ее сделать. И допустим, я прописал вторую мелодию на фото пьяно. Вот с ней как бы уже можно сводить, но вопрос, нужно ли? Да, мы можем обойти звук отправить на микшер и повырезать какие-то частоты эквалайзером, но тут появляется довольно-таки условная развилка, где первый вариант – это инструменты хорошо между собой сочетаются, и критические обработки просто не нужны. И второй вариант – инструменты между собой не сочетаются вообще, и критические обработки попросту не помогут. И в данном случае, по-моему, именно второй вариант. Чтобы усилить эффект, давайте я скопирую мелодию с мандолина на фортепиано и включу их вместе. Во-первых, фортепиано попросту перекрикивает наш мандолин, а если мы убавим, все равно они друг друга перекрывают. И чтобы усилить этот эффект, вот эту ручку повернем вправо до конца, чтобы сделать звук из стерео в моно. И послушаем. Да, мы можем залезть в эквалайзеры и начать корежить эти звуки, и по итогу они даже друг другу особо мешать не будут. Но самый главный вопрос – зачем? Мандолина сам по себе шикарно звучит, а если хочется добавить вторую мелодию, то можно выбрать какую-нибудь, которую не придется так сильно кромсать. Например, флейту из бесплатного плагина Red Tron, которую тоже можно сделать погромче. Ну и на задний план пару ноток из Piano Pets, тоже из Labs, но это уже совершенно необязательно. А все почему? Пианино очень богатый частотами инструмент, и иногда с ним бывает непросто что-то сочетать в бите, и поэтому, мне кажется, не стоит использовать его как заднеплановый инструмент, конечно, только если этого не требует ваша творческая задумка, но в этом случае уж Господь вам судит. Еще проблемы могут возникнуть, если выбрать слишком красивый звук. Например, вот такой. С ним будет тяжело сочетать бит и бас, а особенно бас, потому что в нем довольно много низких частот. И если в случае вот с этим звуком мы еще как-то можем убавить ему низкие частоты так, чтобы он нормально сочетался и не мешал нашему басу, то вот с таким звуком повернуть подобное уже точно не получится, потому что вы можете начать вырезать ему низкие частоты, чтобы он хорошо сочетался с басом, и за счет этого он теряет свою собственную энергию, свое звучание, свой темпор, именно из-за которого вы и выбрали этот пресет. Таким он вам уже не нравится, и вы начинаете аккуратно возвращать ему низ, но тогда проседает наш 808-й бас. И тут начинаются дикие танцы с бубном в попытках сочетать несочетаемое, и это может заценить вас на целые часы или на целые дни. Если у тебя такое было, пиши в комментариях. Посмотрим, сколько нас таких, потому что у меня такое было не один раз точно. Так что избегайте звуков, у которых слишком широкая частотная полоса, либо у которых просто слишком много низких частот. И подводя небольшой итог этого фрагмента, во-первых, рекомендую подбирать инструменты, которые сами по себе уже неплохо звучат, и во-вторых, не надо пихать в бит все подряд, думая, что потом вырулишь это эквализацией. Уф, все, к биту. И тут принципиально важны две вещи. Первая это подбор звуков, и вторая это баланс громкости, то есть левелинг. И казалось бы, чего сложного в том, чтобы выбрать нормальный звук, чтобы в снейре, например, не было какого-то длиннющего, супер длинного эха, или чтобы не было каких-то непонятных низких частот, или чтобы он не звучал, например, только слева. И вы можете сказать, что у вас нет нормальных дрампаков. Но если вам нравятся звуки, которые я использую в видосах, это тоже не проблема. Ведь вы могли бы, например, пройти ко мне в Инстаграм. Если пройти там по ссылке в профиле, то можно найти две папки. Все проекты за 2020 год и все проекты за 2021 год. Вы можете скачать их и выдрать оттуда все ваншоты. Да, я понимаю, что это очень сложно, так что я проделал это за вас. По ссылке в профиле вы увидите пункт Дрампак 2.0. Скачивайте его, используйте. Там есть нормальные звуки, есть не очень. Если вам уже нравится это видео, то обязательно, обязательно поставьте ему лайк. Потому что, во-первых, мне от этого будет очень приятно. Во-вторых, это поможет продвижению ролика. И я пойму, что стоит продолжать снимать обучалки для начинающих. Ну и также обязательно подпишитесь на канал, чтобы, естественно, эти самые обучалки не пропустить. Ну и, допустим, звуки вы выбрали, их прописали, бас прописали, естественно, в тон. Если с этим есть проблемы, то смотрим предыдущие ролики для начинающих. Теперь все это нужно сбалансировать по громкости. Вопрос. Как? Ответ. На слух. Да, я понимаю, что на слух первые биты будет балансировать довольно непросто, тяжело и больно. Часто придется прислушиваться к чужим тайп-битам. Благо на Ютюбе относительно качественных тайп-битов просто целое море. Но вот эти всякие уровни, типа бас ставь на минус 2, кик на минус 1, снейр на минус 8, хэт на минус 18. Это все чушь, потому что таких жестких стандартов не существует. Каждый бит это отдельный случай. И в каждом бите единственно правильный способ балансировать громкость, это балансировать ее на слух. Ну а где уже крутить громкость, это не так принципиально. Можно в channel rack, можно в микшере. Мне больше нравится в микшере, просто потому что там гораздо больше возможностей. И мне кажется, что начинать стоит с баланса мелодии, с киком и с басом. Ну и конечно уже невыносимо хочется подкрасить как-то нашу основную мелодию. И в этом нет ничего плохого, если конечно вы не хотите изменить звук до неузнаваемости. И в этом нам может помочь не совсем уже бесплатный плагин RC20 Retro Color. Потому что в нем есть уже flutter, в нем есть ревер и в нем есть довольно-таки условный эквалайзер. Ну и с выключим. И тут нас тоже ждет однокобарная ловушка, потому что почти все обработки делают звук чуть громче. И такое бывает, что инструмент кажется нам интереснее, приятнее и круче после обработки, только потому что он стал просто чуть-чуть погромче. Чтобы себя проверить, вы можете после RC20 сделать громкость такой же, какой бы она была без него. А именно, смотрим. Примерно минус 3 дБ внутри RC20 мы откручиваем. Именно таким способом можно услышать, что именно делает плагин с нашим звуком. Вот примерно такой баланс я выставил. И не стоит забывать, что FL дает нам возможность довольно жирно и круто редактировать сэмпо. Так как вот такие настройки типа фейдаута, так и более веселые настройки, они тоже влияют на громкость. И после них придется либо переделывать баланс громкости, либо делать эти настройки во время баланса громкости. Например, с хэтом я хочу сделать вот так. Ну и подкрутить продолжительность для open хэтов. Ну и старайтесь избегать каких-то крайних значений этих настроек, потому что они, скорее всего, сделают с вашим звуком что-то невменяемое. Как правило, я чуть-чуть просто их подкручиваю, потому что EQ может сделать клэп чуть поярче. И я вот это делаю именно что чуть-чуть и также советую и вам. Ну и вы можете спросить, а собственно, где сведения-то, где плагины, где обработки? И я вам отвечу, что на начальном этапе это точно не нужно. Бесконечные эквалайзеры, компрессоры, сатураторы, дисторшины и прочее вас просто запутают. И вместо того, чтобы писать, писать интересные мелодии, подбирать нормальные звуки, балансировать их, просто без обработок добиваться нормального звучания, вы будете вешать их просто горстями на каждый инструмент. И это будет только портить звук, нагружать ваш компьютер и отнимать просто часы, дни, недели вашего времени. Ну а на мастере-то что? Софтклипер. Не все с ним, конечно, гладко, да, понимаю, но, как я уже говорил, вначале стоит сосредоточиться на том, чтобы писать биты, а не на мастеринге, и тем более не на сведении жопы с носорогом. А уже когда захочется большего, можно изучать, чем софтклипер отличается от хардклипера, и чем они все отличаются от лимитера и так далее. Ну и дам вредный совет. Если после баланса громкости все слишком тихо и недостаточно сильно пердит, то на мастере, перед софтклипером, просто поставьте вот так вот лимитер. В режиме лимит-цел крутите максимум направо и просто добавляйте гейна. Пока не добьетесь нужного результата. Ну и бонус. Максимально точный сайдчейн от кика на бас вообще без плагинов. Берем свой кик, просто закидываем его в пиано-ролк. Для удобства идем в одну шестую и открываем паттерн с нашим 808 басом. Тут мы видим waveform кика. Теперь мы полностью в ноль убавляем нотку баса, создаем слайд-нотку, выставляем ей нормальную громкость и ставим ее на нашу нотку примерно в то место, где заканчивается кик. Можно зажать alt и тогда отвяжемся от сетки. Ну и не обязательно делать эту ноту длиной в одну шестую, можно сделать еще, опять же, с alt-ом еще короче. И самое главное, что это должно не выглядеть правильно, а звучать правильно, чтобы кик с басом звучали отдельно, но при этом не было микроскопической паузы между киком и басом. Вот так явно неправильно. А вот так даже очень похоже на правду. Можно ориентироваться примерно на то место, где кик уже идет на спад. А чтобы этот самый waveform отключить, достаточно нажать alt и n. Или вот в этом пункте в разделе helpers. И теперь мы можем просто там, где бас звучит с киком, расставить вот эту созданную нами нотку с сайд-чейном. А там, где бас звучит отдельно, просто ничего не трогать. Ну и на этом все. Напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмекингу в стиле новой школы от А до Я, который в том числе подойдет и новичкам. Чтобы его заказать или узнать о нем подробнее, напишите мне, ссылка на меня есть в описании. Если это видео вам понравилось или было полезно, то обязательно поставьте ему лайк. Мне будет приятно, что я не зря старался. Ну и напишите в комментариях, как вы ощущаете сведение и примерно сколько времени у вас уходит на сведение одного бита. И, конечно же, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие подобные обучалки для новичков или просто другие интересные ролики по FL-очке. И на этом у меня все. С вами был Стас Гарфрот. Пока. Увидимся в следующем видео.